Кто хозяин моего тела? Казалось бы, странный вопрос. Но продолжая тему грехопадения, давайте попробуем на него посмотреть с разных точек зрения. Сегодня очень популярно говорить «моё тело – моё дело», оправдывая таким образом любые, даже смелые эксперименты. Но действительно ли моё тело принадлежит только мне? И я могу делать с ним всё, что захочу, не обращая внимания ни на Бога, ни на родителей, ни на общество, ни на супруга или супругу, ни на детей. Если учитывать, что моё тело полностью досталось мне от моих родителей, то я живу в определённом обществе, и я очень многое наследую от своих родителей через ДНК, через образование, очень много наследую от своего социального окружения, а душу живую дал мне Бог, то очень велика вероятность, что утверждение «моё тело – моё дело» – это эволюционный тупик. В книге «Бытие», 2 глава, 7 стих, говорится такие слова. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». По сути, ни один человек не выбирал родителей, не выбирал страну, не выбирал окружение, в котором родиться, не выбирал пол, не выбирал внешность, не выбирал имя, не выбирал основные черты характера. В один прекрасный день мы просто родились со всем этим. И думая «моё тело – моё дело», некоторые люди стараются бороться со своей естественной природой, идут на пластические операции, уходят от родителей, переезжают в другую страну, меняют имя, пьют гормоны, чтобы впоследствии изменить пол. Порой люди прикладывают колоссальные усилия для того, чтобы только не быть самим собой. Однако это не делает их счастливыми, так как цель, с которой они были созданы, в конечном итоге просто ускользает от них. Сейчас, например, говорят, что рожать детей – это не экологично, так как людей и так слишком много, планета не справляется. Кто-то может говорить, что женщина – это не инкубатор для рождения детей, и она сама вправе решать, рожать ей или нет. Однако, если женщина решит не рожать вовсе, тогда возникает закономерный вопрос – а зачем ей китородные органы? Зачем женщине грудь, если ни один младенец никогда не будет сосать из этой груди молоко? Зачем мужчине яички, в которых каждую секунду появляется 1500 новых сперматозоидов, единственная цель которых – в том, чтобы оплодотворить яйцеклетку и передать ДНК следующему поколению? Да, человек не решал, когда и где ему появиться на свет, и не определяет он и фундаментальных целей своей жизни. И есть только один способ обрести настоящее счастье – это увидеть эти цели, которые изначально даны каждому человеку с рождения. И если вкратце сказать, то по сути настоящее счастье человека может заключаться только в том, чтобы построить любящие отношения в семье и пригласить Бога в эти взаимоотношения. Бог дал три благословения человеку – владитесь, что означает совершенство личности, размножайтесь, что означает создайте хорошую семью и владычествуйте над миром. Поэтому идея «моё тело – моё дело» с одной стороны звучит очень привлекательно и на первый взгляд предлагает массу развлечений и массу классно проведённого времени, а на деле же оказывается очень опасным заблуждением. Есть такая притча. Однажды пчеловод оставил горшок с мёдом на столе в саду возле своего дома. Сладко пахнущий мёд привлёк семейство мух. Пчёлы, сделавшие мёд, заметили мух и предупредили их. «Берегитесь, это небезопасно. Не залезайте туда, иначе застрянете». Пчёлы роились вокруг горшка, выстроившись стеной, чтобы помешать мухам увязнуть в мёду. Но мухи прорвались сквозь стену и стали жадно есть, не подозревая, что их крылья, ноги становятся тяжёлыми и липкими от мёда. Не способные взлететь или даже просто вылезти из горшка, все эти мухи утонули во вкусном, но опасном для них мёде. Мы же тоже порой говорим, тебе там что, мёдом намазано? Подразумевая, что человек лезет в какое-то небезопасное мероприятие в ожидании какой-либо выгоды, но порой получает нечто совершенно противоположное. И вот этим мухам в притче очень хотелось отведать метку. И их не остановили ни предупреждения, ни здравый смысл, ни то, что этот мёд был вовсе для них не предназначен. И как итог, они не учли важную поговорку или пословицу «Не разевай роток на чужой медок». И вот если моё тело – это вовсе не моё дело, то что мы можем понять из этого? Ну вот, к примеру, женатый человек, он всегда должен помнить, что он больше не распоряжается своим телом, так, как ему захочется. В первом послании к Оринфинам, 7 глава, 2 стих, апостол Павел говорит такие слова. «Во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Муж оказывает жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Здесь апостол Павел прям конкретно говорит, что хозяин тела мужа – это жена, хозяин тела жены – это муж. Но так как здесь он говорит о конкретных супружеских взаимоотношениях, то, конечно, не все тело принадлежит жене, не все тело мужа принадлежит жене, и не все тело жены принадлежит мужу. Здесь в первую очередь речь идет о том, чтобы сохранить супружескую верность и избежать блуда. Поэтому можно сказать более конкретно. Половые органы жены принадлежат мужу, и половые органы мужа принадлежат жене. Мужчины, когда встречаются, они пожимают друг другу руку, так что рука может принадлежать многим людям. Женщины порой, когда встречаются, обнимаются, целуют друг другу в щечку, это тоже вполне безобидно и нормально. Наше лицо всегда на виду, и на него смотрят все люди, с кем бы мы ни встречались. В этом смысле наше тело может принадлежать многим людям. Тем, с кем мы общаемся, тем, на кого мы работаем, тем, кому мы помогаем. Однако это не касается супружеской сферы и в частности половых органов. Если человек начнет всем встречным демонстрировать свои половые органы, ну, многие, наверное, просто сочтут его ненормальным или умственно неполноценным. Хотя в нашем мире, к сожалению, бывает уже и такое. Так вот, половые органы – это самая важная часть тела человека, так как в них заключена генетическая память всего нашего рода. Другими словами, только половые органы оперируют такими понятиями, как любовь, жизнь и родословие. Половые органы позволяют построить с кем-то очень близкие, интимные, эксклюзивные отношения, что, безусловно, верный путь к счастью и продолжению здорового рода. Но когда человек говорит «моё тело, моё дело», он отвергает саму возможность построения вот этих близких и глубоких отношений с супругом. «Если то, что очень нужно мне, есть только у моей жены, а то, что очень нужно моей жене, есть только у меня, мы автоматически начинаем больше ценить друг друга, так как нуждаемся друг в друге. Однако, если я сам хозяин своего тела, ну, по крайней мере, в супружестве, то передо мной нет никаких ограничений, в том числе и нравственных. И отсюда как раз и проистекает блуд». В древнегреческой поэме «Гомера» Одиссея главный герой сталкивается с очень явной и вульгарной формой искушения. Одиссей хочет вернуться домой, к своей семье, но ревнивые боги воздвигают множество препятствий на его пути. Одно из искушений, с которым сталкивается Одиссей, это встреча с печально известными чарами сирен. Когда его корабль проходит мимо опасного скалистого острова, эти существа с пернатыми птичьими телами и большими женскими головами начинают завлекать, так как и других разных мореходов делали до этого своим пением. А потом, соответственно, этих мореходов, неразумных, которые поддавались чарам сирен, то есть они просто пожирали. Поэтому весь их остров был засыпан костями. И вот моряки, очарованные их пением, они направляли свои корабли в скалы и терпели кораблекрушение. И вот Одиссей, он хотел послушать пение сирен, но при этом хотел остаться в живых. Поэтому он велел морякам заткнуть уши воском, чтобы они не слышали песен сирен, а себя привязать к мачте прочными веревками и ни при каких условиях не отвязывать, пока они не минуют это злополучное место. Услышав пение сирен, Одиссей забыл жену, забыл сына, хотел порвать веревки и броситься в море, но не мог этого сделать, так как у него оказались верные спутники, которые вывезли его из опасного места. Задумка Одиссея, конечно, очень странная, то есть поддаться искушению, но при этом не вступить в это искушение. Его фактически спасли только веревки и команда верных товарищей. Только так Одиссей смог победить искушением. И вот нам фактически тоже нужны Божьи заповеди, личные какие-то ограничения, товарищи в вере, верные товарищи. И, соответственно, нам нужно избегать тех или общения с теми, кто подталкивает нас к безнравственности. Стоит избегать порнографии и не думать о том, что мое тело – это лишь мое дело, а стоит прислушиваться к Богу в этом вопросе. Иначе, как мы в предыдущих видео по этой теме говорили о том, что запретный плод сладок, когда об этом говорят, то это очень конкретное искушение, очень конкретное искушение, связанное с блудом. Так что значит прислушиваться к Богу в этом вопросе? Допустим, в притчах 7 глава, 10 стих, есть такие слова. «И вот навстречу к нему женщина в наряде блудницы, с коварным сердцем, шумливая и необузданная, ноги ее не живут в доме ее, то на улице, то на площадях, и у каждого угла строит она повы. Она схватила его, целовала его с бесстыдным лицом. Множеством ласковых слов она увлекала его, мягкостью уст своих овладела им. Тотчас он пошел за нею, как вол идет на убой и как олень на выстрел, доколе стрела не пронзит печени его. Итак, дети, слушайте меня и внимайте словам уст моих. Да не уклоняется сердце твое на пути ее, не блуждай по стезям ее, потому что многих повергла она ранеными и много сильных убитый ею. Дом ее, пути в преисподнюю. Ну такое вот, да, предостережение в притчах царя Соломона о том, что не нужно уклонять свое сердце к блуду, потому что в конечном итоге ни к чему хорошему это не приведет. Ну и все-таки кто же хозяин моего тела? О чем мы сегодня поговорили? Ну, наверное, прежде всего хозяином нашего тела можно назвать Бога. Вот. И поэтому и нужны разные Божьи заповеди для того, чтобы четко понимать, что можно делать, что нельзя. Где путь к счастью, а где путь, наоборот, к какой-то деградации. Если говорить о супружестве, то хозяйкой моего тела или хозяйкой моих половых органов является моя жена. И наоборот. То есть я являюсь хозяином тела жены или хозяином половых органов жены. А если говорить о мире в целом в обществе, то хозяином моего тела может быть какая-то высшая цель. Ради чего я живу? В чем мое предназначение? И уже только потом можно говорить о том, что я несу ответственность за свое здоровье и за разные другие вещи. Поэтому если отвечать на вопрос, кто хозяин моего тела, то я бы ответил на него таким образом. Прежде всего Бог, потом жена, потом предназначение жизненное и потом уже я сам. Если есть какие-то вопросы, предложения, комментарии, обязательно их оставляйте. Ну, а я желаю всем хорошего дня. Большое спасибо. Спасибо.